Добрый день, уважаемые коллеги! Пользуюсь хочу поблагодарить за возможность выступить с докладом. У нас проводят на базе краево-клинической больницы совместно с Кубанским университетом. Уже четвертый год проводится исследование по оценке выдыхаемого воздуха у пациентов с раком лёгкого. То есть планируем сделать такую быструю, доступную по цене и быструю для скрининга модель верификации рака лёгкого. В скрининге рака лёгкого основная проблема сейчас, на данный момент, это выявить ранние формы, выявить доклинические формы рака лёгкого, неинвазивно определить гморфологию, возможность имплификации, доступность. Материалы максимально минимальной стоимости. Сейчас, на данный момент, основные тренды, которые присутствуют у нас в России, это малодозная компьютерная томография, искусственный интеллект для анализа КТ-исследований, ланд-трец, и поиск опухолевых клеток в крови, мокроте и других выделениях. Но, к сожалению, на данный момент никакой коммерческой модели, к сожалению, не было введено в эксплуатацию. Также основные проблемы в скрининге рака — опухолевая клетка, по сути, это клетка организма с нарушенным или изменённым метаболизмом, который может также, в принципе, не отличаться от метаболизма нормальных клеток, пока не обнаружили какой-то специфический элемент или химическое соединение, достоверно указывающее на наличие или отсутствие опухоли. Опять же, мы сталкиваемся с трудностями стандартизации воздуха, потому что дышим мы непонятно чем, большинство пациентов курят, пьют, принимают какие-то медикаменты. То есть различия, конечно, очень велики. Важно также создание алгоритма зависимости, вариабельности изменений выдыхаемого воздуха. Большинство научных работ, статей обычно начинается с трактата Гиппократа, трактата здоровья, где написано «Атметических запахов, заповоздающих те или иные заболевания», печёночного запаха, сладкого фруктового запаха. Ну и, соответственно, на фоне всего этого мы решили попробовать, ну и, соответственно, я представляю нашу краснодарскую модель. Идея пришла к трактамин-хирургам и онкологам в Крайковой клинической больнице, номер один у меня Чаповского. Ну и, соответственно, за реализацию взяли Кубанский медицинский университет, кафедра онкологии, Кубанский государственный университет, кафедра онкологической химии и кафедра прикладной математики и два отделения краевой больницы – это тракальное онкологическое отделение и тракальное хирургическое отделение. Мы проанализировали основные предполагаемые маркеры, которые можно выделить в выдыхаемом воздухе и выделили основные летуче-химические соединения, составляющие профиль выдыхаемого воздуха. На данном слайде они представлены. Основная технология определения концентрации летучих соединений с использованием газовой хроматографии, сплавенной сационным детектором и маскопометрическим детектором. Первая выбрана газохроматографическая колонка, обеспечивающаяся наиболее эффективность разделения. Выбран оптимальный сорбент, твёрдый сорбент, позволяющий концентрировать наиболее широкий перечень летучих соединений и определены оптимальные условия концентрирования. Вот так выглядит вся система. Пластиковый пакет, который надувает ПЦН. Далее на твёрдом носителе всё это аспирируется, ну и, соответственно, на газовометрическом анализаторе всё это анализируется. Это характерные группы пациентов, здоровые пациенты. Мы выбрали на данный момент, здесь представлено по 75 пациентов, больных и здоровых. Больные — это уже с верифицированными заболеваниями. Вот, причём здесь небольшое количество представлено, потому что это принцип пациента, который уже опубликован в статьях. На данный момент у нас уже набрано где-то около 2000 пациентов. Ну и, соответственно, первые результаты данного исследования определены на хроматограммы пробовый дыхаемого воздуха с пациентом с онкологией лёгких и здоровых людей. То есть видно уже довольно достоверное различие. Это представлены больные и здоровые пациенты за 2019 год. Сравнительная характеристика двух методов маркции клиентического детектора и пламенноизационного детектора. Ну вот, тоже есть довольно-таки приличное различие, потому что на пламенноизационном детекторе мы можем больше маркеров определить. И, соответственно, как раз-таки мы можем представить, на данный момент мы отошли немножко от определения маркеров на больных и здоровых, подумали, как бы, а есть ли отличия какие-то между бистологическими типами опухолей. И, соответственно, после исследований выдыхаемого воздуха пришли к выводу, что, в принципе, между, допустим, мелкоклеточным и немелкоклеточным самые большие различия. То есть это видно на наших тревых. Небольшое различие между аденокарциномой и плоской клеткой, но всё равно оно присутствует. Ну, мелкая клетка — это наиболее тот рак лёгкого, который больше всего всяческих маркеров выделяет. Наша схема исследования — анализ крови дыхания в пациентах с онкологией лёгких и здоровых людей, анализ данных и, соответственно, построение диагностической модели с применением нейронных симптомов. Нейронная сеть — это тоже наша разработка в процессе этого исследования. Мы создали также прототип прибора электронный нос. Это определение органических летучих соединений с поверхностью кожи. Запланирован с этим прибором дальнейший набор материалов, набор пациентов, это разработка математического алгоритма расчёта взаимоотношений относительно достоверных величин конституции дыхания, ну, изучение возможности применения более мобильных технологий по типу электронного носа, возможно, он меньше, для упрощения процедуры проведения анализа. То есть вот если посмотрите, как у него есть USB-кабель, который подключён к компьютеру, к нейронной сети, и, соответственно, в режиме реального времени мы можем уже посмотреть отличия органических соединений из поверхности кожи у пациентов с верифицированного рака лёгкого и, соответственно, здоровых пациентов. С какими трудностями мы столкнулись? Можно положительная идентификация в качестве потенциального антамарка, использованный изопропилиновый спин, компонент, хотя же состав пробоотборных пакетов, и компоненты, присутствующие в воздухе рабочей зоны. Соответственно, это компоненты ДЭС-средств, которыми обрабатываются в отделениях, в лабораториях и так далее. Введение органических ограничений, как факторов уменьшающих вариабельность проб, например, отбор проб не раньше, чем через час после еды или через два с половиной часа после того, как пациент покурит. Целью нормализации конного содержания это довольно-таки очень сложно у пациентов предугадать. Специфичность предполагаемых маркеров относительно рака лёдов, алгоритм и соотношения, расширение выборки различных возрастных групп. В заключении, хотелось сказать, мы оптимизировали условия отбора и подготовки проб проведения анализа, проанализировали пробу ВДХ-м воздуха у 75 здоровых и 75 пациентов с онкологией. Опять же, я говорю, что это те данные, которые уже опубликованы. Были некоторые соединения, содержащие, которые статистически значимо отличаются в группах больных и здоровых людей. Сопоставлена чувствительность в пламенно-изакционной маске и хрометрического детектора по отношению к компонентам из ВДХ-м воздуха. Как я уже сказал, что маска и хрометрический детектора позволяет идентифицировать большее количество компонентов входящихся в вставку ВДХ-м воздуха. И выявлены некоторые ограничения и факторы, которые необходимо учитывать для получения корректных результатов. Ну и наша гордость, конечно, создаст разные приборы для векстративных подыхания в воздух. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok